Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Президент Молдовы Майя Санду пойдет по пути реализации положений Терезинской декларации. Пропрезидентская партия ПАС, имеющая хорошие перспективы на предстоящих 11 июля парламентских выборах, будет поддерживать данный курс. Причем в Вашингтоне позитивно воспримут этот вектор в исторической политике Молдовы. Такое мнение высказали эксперты по итогам состоявшейся международной конференции «Реституция еврейской собственности в государствах Юго-Восточной Европы. Выполнение Терезинской декларации». Вместе с тем Санду в реализации положений Терезинской декларации однозначно столкнется с противодействием прорумынских радикальных националистов из партии АУР, некоторые члены которой считают Йона Антонеско не преступником, а патриотом. На конференции отметили, что Молдова, хотя и подписала Терезинскую декларацию, но не спешит ее реализовывать. В вопросе реституции еврейской собственности в республике ничего не сделано, заявил в ходе конференции раввин еврейской общины республики Молдова Шимшон Даниэль Изаксон. Более того, в прессе можно встретить такие заголовки, как «Реституция чума на ваш дом», отметил раввин. Участники конференции из Молдовы согласились с необходимостью создания общей базы преступлений Холокоста на территории Молдовы, которая бы включила календарь преступлений по дням с указанием жертв и их палачей, а также с максимальным перечислением собственности, которая может подлежать реституции, согласно положениям Терезинской декларации. Как отметил на конференции сопредседатель научно-просветительского центра Холокоста Илья Альтман, Россия располагает археуми, использование которых могло бы помочь в реализации Молдовой положений Терезинской декларации. На территории Бессарабии в годы Второй мировой войны было уничтожено более 200 тысяч евреев. Такими оценками поделился исполнительный директор Института Иудаикии, научный сотрудник Института культурного наследия Академии наук Молдовы Евгений Брик. Терезинская декларация была принята в 2009 году по итогам пражской конференции по вопросу компенсации за потерянное во время Холокоста имущество. К слову, ранее президент Молдовы Майя Сандо промульгировала, обнародовала закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты. В частности, речь идет о поправках в Уголовный кодекс и закон о свободе выражения мнения. Теперь за отрицание Холокоста, пропаганду, ксенофобии, расизма и нацизма, фашизма будет предусмотрено наказание, вплоть до уголовного. В еврейской общине Республики Молдовы проинформировали, что именно ей принадлежит инициатива данного законопроекта. И данное изменение в законодательство AOPM предлагала внести еще в 2013 году. В разработке проекта закона, который был предоставлен на голосование парламента Молдовы в 2020 году, также участвовала AOPM и ее председатель Александр Белинкес. Он заявил, что отрицание Холокоста недопустимо и должно быть наказуемым. Для Молдовы, населения которой сильно пострадало от этой трагедии, вопрос наказания с отрицанием Холокоста всегда был острым. Нам важно, чтобы попытки предания забвению памяти жертв нацистских преступлений и героизации их палачей были наказаны. При уменьшении исторической трагедии пересмотр страшных событий военных лет создают ложную и опасную ситуацию по восприятию и предоставлению о Второй мировой войне, Холокосте, преступлениях нацистов и их пособников, считает Белинкес. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!